Его надо заполнить. Мы, наконец, добрались до популярного события в мировой истории финансовых кризисов. Пожалуй, самый громкий, внезапный и раздирающий кризис случился в 1929 году. Конечно же, в Америке. И Великая Депрессия была настолько жёсткой, что словами не выразить. Люди буквально выходили в окна. Для примера, в первый год кризиса, когда всё это произошло резко и неожиданно, количество суицида выросло на 50%. А в последующие 10 лет этот уровень всё ещё был выше средних докризисных значений. И речь не только о банкстерах, которые потеряли деньги из-за краха фондовой биржи. В стране была в целом лютая безработица. Ведь до начала очередного крушения капиталистической экономики безработицы практически не было. А вот после 29-го она шагала галупом по Европам, да так, что достигала пиковых значений в 25%. То есть целая четверть граждан страны не находила себе места на рынке труда. Далеко не все могли позволить себе квартиры. Жильё перешло в разряд роскоши. Поэтому люди строили лачуги в Центральном парке, чтобы хоть где-то спать. Ну, как вы поняли, экономическое состояние Америки могло быть получше. Чтобы понять весь масштаб трагедии, обычно оценивают ВВП. Ну, стоимость произведённых всех товаров и услуг за год. И, например, так любимый всеми Китай в 2018 году показал рост на 6,6%, и это очень дофига. Ну, так только Китай может. Россия же за прошлый год улучшила показатели на 2,3%, а Америка на 2,9%. Я к тому, что изменения ВВП – это очень небольшие показатели. Особенно среди развитых стран. А сейчас, да и тогда, Америка считалась очень даже развитой страной. И вот за первый год Великой депрессии Америка произвела на 12% меньше. Это уже внушительное сотрясение. Но дальше было только хуже. Следующий год ещё минус 16%, затем 32%, и только в 1933-м было вроде как нащупано дно. Экономика начала восстанавливаться только ближе к Второй мировой, и, конечно же, одной страной не обошлось. За три года производство Британии упало на 23%, Франции на 24%, а Германии на 41%. С международной торговлей дела обстояли ещё хуже. В общем, жуткая жуть и депрессия творилась в капиталистическом мире. Так что же там произошло? И при чём здесь уже надоевшие всем банкиры? После окончания Первой мировой войны в США запустилась эпоха процветания. В 2019 году ВВП США составлял 79 миллиардов долларов, а через 10 лет он увеличился на 32%. В 20-х города наконец подключили к электрической системе, и все эти электрические рекламные баннеры и украшения буквально зажгли Америку. Доходы населения начали расти, а это значит, что их можно было потратить на современные гаджеты. Такие как пылесосы, холодильники и радиоприёмники. Раньше эти инновационные технологии были лишь у горстки людей из мировой кулисы, а теперь это становилось необходимостью для домохозяйств. В это время зародилось убеждение об автомобиле в каждый дом. Все хотели купить себе Ford или Chrysler. Казалось, началась эра безграничного благоденствия, и чем больше у тебя разнообразных одежонок, ботинок и автомобилей, то тем успешнее и, если можно сказать, правильнее ты считался. Да, вы верно поняли, в это время зародилась живущая до сих пор культура потребления. Только вместо радиоприёмника у нас сейчас новенький айфон. Всё началось в Америке вот уже сто лет назад, и именно в это время появилось ещё одно отличное изобретение, которым мы пользуемся до сих пор. Догадались? Без чего нельзя купить новенький айфон? Правильно. Без потребительского кредита. Стало нормой продавать в кредит, поощряя людей покупать дорогостоящие товары. Появилась известная многим формула, а точнее слоган. Покупай сейчас, плати потом. Эта новая идеология «Живи сегодняшним днём и не беспокойся о завтрашнем» развивалась и укреплялась на протяжении десяти лет. Современная культура говорила, что каждый американец имеет право быть богатым. А там, где богатство, там и простор для инвестиций. Государство собиралось компенсировать расходы после войны, и, соответственно, правительству нужны были деньги. Просто напечатать деньги они не могли, это и плюс к инфляции, да и банально золотой стандарт не позволяет. А новых золотых рудников найдено не было. Поэтому были созданы облигации свободы. В России вы могли и слышать об относительно современных облигациях федерального займа. Облигации свободы, по сути своей, просто способ взять деньги в кредит у населения под процент. Но самое интересное в том, что эти ценные бумаги имели свою цену. Как акции на рынке. Они начали вращаться как бы отдельно от изначального договора кредитования. А чтобы население с большей охотой давало в долг государству, то облигации свободы рекламировали популярные в то время актеры. Эл Джолсон, Элси Дженнис, Мэри Пикфорд и известный всем Чарли Чаплин. И можно было открыть утренний проспект газет и увидеть, сколько стоят облигации свободы. К сожалению, у людей не было тогда телефонов и приходилось копаться в этих ненужных бумажках. Но сейчас возникла обратная ситуация. Тупо не получается разобраться в этом мусоре новостей и уж тем более формировать точку зрения. Ведь каждый слишком уверенно топит за свою. Поэтому телеграм-канал Эксперта постит контент очень грамотно. Вышла новость, так её сразу комментирует Эксперт. И не один, а сразу три. Ну, например, предложил Минфин сделать пять новых налоговых платежей. Так тебе сразу оценка политика, бизнесмена и юриста. Картина становится полной, а у тебя формируется способность смотреть на ситуацию под разными углами. Ссылка на канал Эксперта сами знаете где. А мы вернёмся в наше прошлое. В Америке прошёл первый опыт по привлечению обычных граждан в прекрасный мир инвестиций. И опыт оказался крайне удачным. Люди начали привыкать к новым для них финансовым инструментам. Но здесь ещё был простор для простых смертных на финансовом рынке. Вот смотрите, на экране вы видите индекс Dow Jones. Промышленный индекс Dow Jones – это несколько топовых промышленных компаний на момент времени. И его значение равняется среднему арифметическому цен акции в его корзине. То есть зависимость прямая и довольно тупая. Акции компании из Dow Jones растут, значит и сам индекс растёт. То есть по этим индексам можно грубо прикинуть состояние топовых промышленных компаний на финансовом рынке. А например в январе 29-го года его составляли вот эти компании. Тут даже есть несколько известных вам. И вот до 21-го года дела на фондовом рынке шли не очень хорошо. И тогда возникла идея. Очень такая очевидная и красивая идея. Чарль Митчелл, президент государственного муниципального банка решил, что раз люди так покупают облигации, то нужно дать им доступ к акциям и сказать, что именно в них надо вкладывать. Со времён последней депрессии прошло целых 20 лет, и за это время уже забылось крушение на бирже в Вене. Сейчас-то со всеми этими интернетами люди готовы и через год нести деньги в новые финансовые пирамиды. Поэтому в 20-м веке память прошлых крахов как бы подутихла. И вера в акции вернулась с новой силой. Инвестировать стало безопасно и самое главное престижно. Результат вы видите на экране. После допуска граждан индекс Доу-Джонс только и делал, что пёр вверх протыкая небеса. За 8 лет он увеличился на 567%. Притом здесь важно отметить, что люди далеко не всегда покупали акции на свои кровные деньги. Большинство сделок осуществлялись через маршру. Маржинальная торговля. Грубо, получение кредита на торговлю акциями, ну или что вы там больше любите. Размер определяется коэффициентом. Для примера. У вас есть 100 долларов. При коэффициенте 1 к 5 вы получаете для своих голодных игр 5 сотен, но отдаёте в залог сотню. В чём собственно ЦИМИС? На эти 5 сотен вы купили 100 акций канала MyGap по 5 долларов за штуку. Это в 5 раз больше, чем могли бы вы позволить себе самостоятельно. И если вдруг акции MyGap вырастут всего на 10%, то при закрытии позиции вы получите не 10 долларов, как со своими, а все 50. То есть на все кредитные средства. Дьявол здесь кроется в том, что снижение цены всего на 20% сожрёт сотню процентов вашего залога. А в зависимости от условий брокера, то он может начать вас просить положить денежек ещё и при снижении цены акций на 10%, ведь это половина вашего залога. В общем, маржинальная торговля – это инструмент для отморозков, где риск умножается на коэффициенты и где можно заработать многократно от своего депозита, но можно и проиграть всё за считанные минуты, если цены, хоть и ненадолго, хоть и немного, сходят вниз. Идеология «покупай сейчас, плати потом» с рынка реальных товаров перекинулась на рынок акций. И дошло до того, что 90% акций составляли деньги, взятые в долг, а каждые 40 центов каждого доллара тратились на акцию. И самое интересное, что правительство никак не вмешивалось. Банкиры убедили президента Калвина Куледжа, что рынок капиталов – это саморегулирующийся рынок, и его не нужно контролировать. Это полностью зрелая и автономная система. Такой позиции придерживался и следующий президент – республиканец Герберт Гувер. После инаугурации 4 марта 1929-го, когда речь касалась экономики, он говорил «Фундаментальный бизнес в стране, то есть производство и движение товаров, находятся в превосходном состоянии». Эту мантру он будет повторять после каждого падения. И лишь один банкир с Уолл-стрит, Пол Уорбук, в марте выступает с заявлением. Если безудержным спекуляциям не поставить предел, то неминуемо наступит крах, а затем и полная депрессия, которая охватит всю страну. Конечно же, его клеймят сумасшедшим, но в сентябре рынок начинает трясти. Самые дальновидные игроки летом вышли из игры. Джо Кеннеди говорил, если чистильщик обуви знает о фондовом рынке столько же, сколько и я, то пора уходить. 23 октября 1929-го, никто не знает почему, но в этот день люди резко перестали доверять рынку. Распроданы миллионы акций. А на следующий день, 24 октября, в четверг, начался самый известный в истории обвал фондового рынка. На площади перед фондовой биржей собрались тысячи людей. Там был и Уинстон Черчилль, в самый разгар паники. Как говорил сам Черчилль, то «Совершенно незнакомый человек предложил мне подняться на балкон биржи». 1200 членов биржи спокойно бродили по зданию, как по муравейнику, пытаясь продать друг другу огромные пачки ценных бумаг за треть прежней цены. В тот день Черчилль потерял целое состояние. Так, секундочку. На самом деле, Черчилль врал по поводу совершенно незнакомого человека. Ведь этим человеком был Альберн Бернард Барух. Один из основателей ФРС. И он лишь хотел похвастаться своей властью над экономикой страны. В черный четверг, 24 октября, рынок просел на 11%. Объем торгов был в три раза выше обычных значений. В этот же день самые крутые банкиры собрались вместе и попытались остановить падение, просто влив в рынок бабла. Их представитель начал ходить и просто покупать акции топовых компаний из индекса Dow Jones. И эта тактика имела относительный успех. Dow Jones просил только на 2%, а в пятницу он закрылся вообще с плюсом. Но последовал понедельник, тоже окрашенный в черные цвета. Падение до 260, а следом еще черный вторник с падением до 230. В этой ситуации брокеры звонили своим инвесторам и требовали маржу. Они говорили, что либо вы докидываете еще бабла, либо мы закрываем ваши позиции. Надо ли говорить, что многие жители хранили практически все свои сбережения на бирже и дополнительных денег просто не было. И так как банковская деятельность была не зарегулирована, то и многие банки играли на деньги своих вкладчиков. А когда началась паника и набег на банк, то оказалось, что у банков недостаточно ликвидности. Государственной страховки, кстати, тогда тоже не было. За эти 5 дней люди потеряли 25 миллиардов личных сбережений. А это, на секундочку, четверть ВВП целой страны. В 20-х годах в среднем в год закрывалось 70 банков по всей стране. Но после биржевого краха только за 10 месяцев закрылось 744 банка. В 10 раз больше. В 30-х годах обанкротились около 9 тысяч банков. Многие люди получали лишь 10 центов со своего вложенного доллара. 90% акций было куплено по маржинальной торговле. Люди в лучшем случае возвращали 10% своих денег, а чаще всего не получали ничего. В 1932-м индекс Dow Jones дошел до своего донного значения, в итоге потеряв около 90%. В это время разные люди теряли разное. Список этих потерь был в начале выпуска. Так было до прихода нового президента, Франклина Делана Рузвельта, который заявил «Я помогу каждому человеку, позабытому на дне экономической пирамиды». На 4 дня он закрыл все банки, чтобы остановить безудержное списание средств со вкладов и зачистить неликвидные банки. А также запустил государственные программы по поддержке экономики. В том числе общественные работы по типу там мост построить, парк отремонтировать, чтобы хоть как-то начать бороться с безработицей и восстановить доверие к экономике. И это начало срабатывать. Такова была Великая Депрессия, которую вызвали всякие новые штуки. Новые технологии, новая идеология потребления, новые потребительские кредиты и новая маржинальная торговля. А помогали этому старые штуки. Незарегулированная банковская деятельность и золотой стандарт. К слову, о золотом стандарте. Многие любят говорить, мол, раньше деньги были обеспечены, а сейчас у нас одни фантики, и вообще мы скоро умрем. Как-нибудь я сделаю выпуск о золотом стандарте. А на данном этапе мы рассмотрели самую мощную финансовую потерю всех времен. Многие страны начали тыкать пальцем в американский капитализм, и в мире появился запрос на сильные авторитарные правительства, которые придут и всех спасут. Так в это время пришли коммунизм и фашизм. А капитализм действительно не был еще готов к самостоятельному плаванию, но зато после описанных событий была придумана такая хорошая вещь, как страхование вкладов. На этом выпуск предлагаю считать закрытым. А значит самое время отвесить большущее, большущее спасибо патронам канала MyGap. То есть всем гэпникам, героям, консулам и магистрам. Отдельная благодарность иллюминату ордена Давиду Большову. Я лукавить не буду, пацаны, ну магете, ну вообще ребята. Кто не в курсе, патреон это такой сервис поддержки обиженных и оскорбленных блохеров. И там мы постим всякие штучки из-за кулисья, да даже награды раздаем. Например, сейчас мы собираем ваши вопросы авторам канала MyGap, и ответы будут, конечно, только для своих. Так что заходите, друзья, выбирайте самые экономные билеты и присаживайтесь поудобнее. Ну и вообще, не будьте эгоистами, не забывайте делиться этим прекрасным видео и ставить плюс в комментарии. Желаю вам стабильного роста, без рецессий и тем более депрессий. Увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok